Народ, всем привет! Приехал я на новое место, на такую небольшую речушку. Тоже мне посоветовали, сказали, что тут рыбка есть, и уже правда она себя проявляет. Вот в этой ямке одного хорюзка поймал, ну такого. Грамм может быть на 150, не знаю, насколько здесь вообще хорюза крупные. Это мы посмотрим уже в ходе рыбалки, какие хорюза будут вообще ловиться. Ну а так, думаю, наверное, грамм по 150 они такие тут и есть. Может быть, больше что-нибудь поймаем. Насчет ленков вообще не имею представления. Водятся они тут, нет, просто речка, ну прям ручеек такой. И поэтому, наверное, трудно здесь будет крупную рыбу поймать, но все-таки надежды есть. Также хотел порыбачить вообще сегодня в другом месте, примерно километров 15 отсюда. Но там, к сожалению, река бежала мутно, я не знаю, с чем это связано. Либо лесовики делают дорогу, чтобы лес возить, либо дожди, скорее всего, то, что прошли. Недавно, кстати, у нас два дня шоу ливень прям такой. Именно с утра, а потом вторая половина дня была нормальная. Но от этого, может быть, в той реке уровень-то и поднялся, и муть поэтому пошла. Но, по крайней мере, эта река бежит чистая и вода в норме. Не знаю, с чем можно связать ту грязноту реки, но вот так получилось. Но ничего, думаю, на этой реке мы тоже что-нибудь поймаем, поэтому сейчас одеваю камеру на голову и начинаем рыбалку. Оба, была поклевка. Есть хариус, оба, да хороший. Неплохой хариусок на фиолетовую мушку. Вот такой вот нормальный хариус в такой небольшой реке. Все-таки я заметил, есть небольшая проблема у речек, таких небольших. Это вот такие вот заломы, что закинуть очень-очень тяжело приманку. Даже не представляю, как отсюда вытаскивать потом пойманную рыбу. Зацепиться можно, пипец. Даже при закидывании нужно еще и схитриться как-то, чтобы закинуть. В общем, непростая эта рыбалка. Именно по таким рекам. Но очень интересная от этого. Вот такой здесь перекатик, переходящий в ямку. И хариус есть. Чуть я прям долго его ждал как-то. Чтобы вытащить. Вот такой неплохой хариусочек. Я сейчас так смотрю на эту картину и вижу, что дальше идти смысла нет. Наверное, там опять такая же вот река. На ручейки разливается и опять завалы. Лучше сейчас до моста съезжу. Обратно вернусь на мост. И уже будем там рыбачить. Там уже и река пошире начинается. В нее где-то ключик, скорее всего, впадает. Потому что и кустов там таких нет. Сейчас мне еще возвращаться через этот бурелом весь вдоль берега. В общем, еще минус того, что ты спускаешься по реке, это подъем дальнейший. Потому что снизу тебя никто не заберет. По течению реки, точнее против течения реки, идти очень тяжко. Сейчас я даже спиннинг сложу. Потому что, я думаю, вы видите, какая тут заросль всего. Большой хариус клюнул. Я даже не заснял. Вот это неплохой размерчик. Прям вообще так неожиданно. Еще я думал, леночек небольшой. Нет, это хариус. Такого мы точно заберем. Прям большой и красивый. Красавчик какой. Поменял ушку на болотненькую. И вот такого мосисенького леночка поймал. Это болотненькое тоже отлично работает. Вот такого хариуса удалось вытащить. Поменял мушку на чертика. И вот сразу хариуска поймал. Переехал я на новое место. Как можете видеть, здесь уже река принимает более широкий характер и глубокий. Здесь был старый мост, как я понимаю. И, в общем-то, сейчас пойду выше, пройдусь. Здесь, даже сейчас тут порыбачу. Именно в этой ямке прям такая хорошая яма. Здесь и ленок должен стоять. И хариус, поэтому сейчас здесь покидаю. Сперва выше пройдусь и пойду вниз там. Посмотрим, что будет вообще по местам. Но речка уже здесь такая прям хорошая, чтобы здесь рыба была крупная. Первые забросы в этом месте. Посмотрим вообще, имеется ли тут рыба. Будут ли поклевки. Ну, яма, думаю, вы согласитесь, что прям шикарная. Здесь глубина метра полтора, наверное, думаю, есть. Можешь и больше даже. Еще главное, чтобы рыба в ней была. То тогда вообще будет неинтересно. Оба. Рюзочек неплохой. Вот такого вот заберем. Даже не сопротивляется. Как-то обленился, я его даже легко вытащил. Так. Небольшой хариус. Такого отпустим. Там еще подрасти нужно. Прям маленький такой. Он тоже взялся. Глубину стоило побольше сделать. Сейчас поставил такую мушку. Она прям блестящая-блестящая. А спинка болотного цвета. Сейчас на нее в этом перекате попытаемся половить. Есть. Вот такой небольшой хариус. Взялся прям там под деревом. Так. Есть. Хариусочек. Такой вот. Отпустим его. Он маловат. Все-таки думал, нормальный сперва. Но нет. Маловат он немножко. Вот такой вот хариусочек взялся. Но опять тоже маленький. Отпускаю его. Так. Хариусочек. Вот такой вот. Ну, мосюсенький. Все равно отпустим его. На черную мушечку взялся со спинкой. Так. Небольшой хариусок. Такого отпустим. Щука резка. Прям вдалеке взялся где-то. Но это он и заберем. Этот хорошенький. Такой вот хариусок. Ушел. Значит, не заберем хариуска. Прономерность может быть, когда дойдут до самого низа. До куда дойдут? Там что-то под килограммчик клюнет. А все так, эта мелочь уже надоела. Неинтересно с ней бороться. Так. Тоже хариусок вроде. Это мелкий хариус. Его мы отпустим тоже. Не понял, что это такое было. Думал, ленок. А это хариус. Ого, он как заглотил. Прямо сбоку так. Но этого хариуса мы уже отпускать не будем. Это точно? Это хороший экземплярчик. Прошел через непролазную черемуху. Это вообще ужас. Свои ветки распустило. И проходить вообще невыносимо становится. И сейчас, мне кажется, ниже от моста, походу, вся такая река будет. Но очень на это надеюсь, что так не будет. Потому что по такой реке идти вообще нет желания. Так еще и вверх подниматься потом по этим зарослям. Поэтому это должно быть оправданно хорошей рыбалкой тогда. Как минимум. Не такой большой. Прошлый побольше был. Этого мы, конечно же, отпустим. Ну, кариус прям красивый такой, цветной. В общем, ребят, решил я сейчас порыбачить еще тут. И ниже уже вряд ли пойду. Потому что это ничем не будет оправдано. Потому что везде кустарники эти. И покидать вряд ли я смогу. Еще я не знаю, есть там внизу рыба или нет. Как там вообще. Потом мне вверх еще подниматься. И по этой всей штуке идти не очень-то. И прикольно. Как оказалось. Поэтому сейчас тут что-нибудь поймаю и пойду. Поднялся я сейчас выше. Почти к мотоциклу. Эти дебри, по которым шел обратно, вообще не оправдывают себя. Точнее, хариус, которого я поймал, не оправдывает себя. Потому что нужно было идти через эти дебри все. Затрачивать очень много энергии. Поэтому тот хариус вообще не стоит тех затрат, которые были сделаны. Ну, что сказать. Я его уже поймал. Я вернулся обратно и продолжаю ловить по каме сейчас. Может быть, еще немножко покидаю и поменяю снасть на блесенку. Может быть, воблерочка поставлю. Потому что та яма, которая рядом с мотоциклом. Ну, там прям линки должны быть, по идее. Они здесь есть в этой речке. Но что-то небольшие, по крайней мере, на мушку берутся. Может, на воблерочка достойные экземплярчики будут браться. Пока вот тоже непонятно. Оба, хариус. Он тоже небольшой был. Я бы его все равно отпустил. Собрал, ребят, я все вещи. На таком транспорте я добираюсь до всех мест, где вы меня могли видеть. На речках. Шлем у меня. Потому что техника безопасности прежде всего. Ну, и чтобы полицейские ко мне имели меньше вопросов. Потому что, к сожалению, прав у меня пока нет. 17 лет только. Но пытаюсь аккуратно ездить, чтобы не создавать аварийных ситуаций. В деревне, в принципе, машин мало. Поэтому можно спокойно ездить. Ну, и я думаю, что вы не будете против посмотреть такую рыбалку прекрасную. Такие места, которые нас здесь окружают тоже. И поэтому необходима вот такая вот техника, чтобы добираться до туда намного быстрее. И вообще добираться до этих мест. Потому что пешком дойти до них очень тяжело. И очень далеко при этом. В общем, вот такая рыбалка получилась. Очень интересно. Походил по речке. Новые места для себя узнал. Понял, что выше моста можно ходить. Примерно, ну, может, метров 800. Ниже моста ходить вообще не стоит. Где рыба есть, тоже узнал. Новую речку для себя открыл. Поэтому мне кажется, что рыбалка удалась. И рыбки поймал. Крупные хорюза тут тоже есть. Ленков жалко, что нет. Но это ничего страшного. Также удалось испытать мушки. Поэтому вообще рыбалка была суперская и прекрасной. Вы, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все, всем удачи. Всем пока.